Первые посетители выставки – представители Пушкинского благочиния. Они выступают своеобразной фокус-группой, чтобы на себе ощутить эффект экспозиции, выверить сценарий экскурсии и указать на фактологические недочеты, если они есть. Без преувеличения, уникальная и единственная в мире выставка, посвященная юристам, открылась в Клязьме в частном доме. История юриспруденции в лицах тех, кто защищал веру и стоял на страже закона. Эта экспозиция единственная в мире, где собраны иконы покровителей святых юристов. Я считаю, что ценность экскурсии в этом музее в том, что служение является миссионерским, потому что, рассказывая о святых, мы служим просвещению людей, показываем им пример живой веры и служения Богу. Идея собрать вместе изображения всех святых, имевших отношение к юриспруденции, пришла к нотариусу Игорю Москаленко после строительства домового храма. Поиски икон не увенчались успехом. Оказалось, их можно изготовить только на заказ. И так началась работа по выявлению образов святых юристов. Написать изображение доверия ликонаписной школе Московской духовной академии. И как итог для зрителей представлены великих как мучеников, так и новомучеников, которые жили в прошлом веке. Это святые новомученики Иоанн Петроградский, священномученик Сергий Петроградский и святой мученик Юрий Петроградский. Все они были юристами по образованию. Их всех расстреляли в 1922 году близ Петрограда. Обвинили их по делу об изъятии церковных ценностей. Но дело в том, что эти люди, они при жизни активно помогали Русской православной церкви своими знаниями в юриспруденции. Они были очень мудрыми, благородными, честными и хорошими людьми. Об этом рассказывает их жития. Выставка начала свою активную работу именно с 3 декабря. В эту дату в России отмечают День юриста. Это профессиональный праздник адвокатов, прокуроров, нотариусов, судей, полицейских и всех, кто следует принципу. Закон суров, но это закон. Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем юриста. Профессия юриста неразрывно связана с понятием юстиция, что в переводе с латинского означает справедливость, законность. Юристы всех специальностей, руководствуясь профессиональными знаниями, правилами его честности, порядочной и профессиональной этики, являются посредниками между человеком и государством, охраняя и защищая интересы не только каждого гражданина, но и общества в целом. Их жизнь как пример нравственной чистоты, борьбы за веру, соблюдение духовных заповедей. Житие святых показывает, что закон Божий и светские имеют много общих черт. Основная – это справедливость, а самый главный суд Божий – тот, что на небе, они на земле. В первые несколько тысячелетий человечество жило без всяких законов. Но когда люди стали уклоняться от Бога, когда стали укореняться в грех, тогда Бог дал 10 заповедей. И вот это первые заповеди, которые были Богом даны на каменных скрижалях, для того, чтобы это осталось на все времена, чтобы люди исполняли их и жили честно и правильно. В честь открытия выставки благочинной вручил Игорю Москаленко икону святых новомучеников пушкинских, которая перекликается смыслом с экспозиции. Икона займет свое достойное место в прихрамовом пространстве. Экспозиция готова явить себя миру. В планах прокатиться с ней по городам России, чтобы напомнить юристам, что они должны служить людям и Богу верой и правдой посредством закона. Чтобы заказать экскурсию в Клязьме, узнайте информацию на официальном сайте святые-дефис-юристы.рф.